Такие дома есть практически в каждом районе областного центра. Развалены, руины, они портят внешний вид города. Ни о каком архитектурном облике больше и речи не идет. В одном из таких домов проживала Людмила Тишанова. На воселье всегда радость, особенно когда предлагают пожить вместо двухэтажки в новой благоустроенной квартире, да еще и большей квадратуры. Людмила Тишанова нарадоваться не может. В начале 2017 года она паковала чемоданы. Зареченский микрорайон выбрала вместо Болховского. Просторная квартира и выход на балкон сразу из двух комнат. Прекрасный вид из окна – это то, о чем мечтала женщина. В Ихташке я прожила 6 лет всего. Как? Удобства были у меня уже, я говорила, дети мне сделали. Но очень холодно, потому что там печное отопление, форсунка газовая. Но топить практически невозможно. В мае 2011 прежнюю квартиру приобрели в собственности. А через несколько месяцев пришло известие – дом признан аварийным. Жить в нем нельзя. Новую квартиру предоставлял город по программе аварийного и ветхого жилья. Людмила Тишанова как раз попала в последний год программы сноса ветхих домов. После 1 января 2012 года признанные аварийными такие дома сегодня ждут своей очереди под снос. В конце сентября 2017 года действия региональной программы закончатся. Непереселенными на сегодняшний день остаются 4 семьи. Квартиры находятся в досудебном и судебном решениях. Несмотря на то, что программа не нацелена на то, чтобы расселять и повышать уровень жизни граждан, она нацелена на то, чтобы представить безопасное жилье для наших граждан. И в рамках внутри одного муниципального образования. Так прописано в жилищном кодексе. Ну понятно, что у многих, не у многих, но у некоторых жителей возникало желание получить больше квадратных метров в более дорогом месте. По словам Александра Ремиги, Орловская область на фоне регионов соседей, выполняющих программу, выглядит вполне достойно. В рейтинге Минстроя мы были на пятой строчке. Ранее в этом же министерстве говорилось о дополнительном выделении 6 миллиардов рублей в качестве поощрения регионам. Сейчас рассматривается первый шаг. После того, как до конца года будут подведены итоги вот этой глобальной программы пятилетней, будет сформирована, скорее всего, программа на один год пока, как переходный шаг. И в нее попадут только те регионы, которые наиболее успешно закончили основной этап. Методика, по которой конкретно и точно будет уже отбираться тот или иной регион, и сколько зафиксируется окончательная сумма средств выделенных, будет понятна, скорее всего, на госсовете при президенте. Виктория Юркова, Павел Джумабаев, Эдуард Чернаускас. Телеканал Первый областной.